Техническое описание кода неисправности OBD-2, дополнительная обработка выхлопных газов управления подачей топлива заблокирована, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD-2. С 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили VW, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi и т.д. Несмотря на то, что в общем случае точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, сохраненный код P20DS в автомобиле с дизельным двигателем означает, что модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил неправильное напряжение в цепи управления подачей топлива. Для системы последующей обработки отработавших газов, система дополнительной обработки выхлопных газов, также называемая система и селективного восстановления катализатора используется для улучшения возможностей каталитической системы выхлопных газов, он может состоять из одного или нескольких из этих элементов, дизельный катализатор окисления, дизельный сажевый фильтр, система впрыска восстановителя, катализатор проскока аммиака и ловушка оксида азота, NOX. Система впрыска восстановителя обычно состоит из, по меньшей мере, одного инжектора восстановителя, резервуара для хранения топлива восстановителя и линии подачи топлива восстановителя высокого давления. Электронный насос высокого давления обычно расположен в баке или в линии подачи топлива, именно в цепи, которая управляет этим насосом подачи. Обнаружена неисправность при хранении P20DS, помимо прочего, системы последующей обработки выхлопных газов, EAS, отвечают за впрыск восстановительного соединения, выхлопной жидкости дизельного топлива, DF, выхлопные газы перед сажевым фильтром, ловушкой для NOX, или каталитическим нейтрализатором. Через автоматическое хранение жидкости, и система впрыска, точно синхронизированные инъекции DF повышают температуру различных фильтрующих элементов и позволяют им работать более эффективно. Введение DF в каталитическую систему продлевает срок службы фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу, EAS и каталитические системы контролируются и контролируются либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM. Контроллер контролирует давление в системе впрыска восстановителя, датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF восстановителя, если PSM обнаруживает неправильное напряжение в цепи управления топливного насоса EAS, будет сохранен код P20DS и может загореться индикатор неисправности. Какова серьезность этого кода неисправности? Сохраненный код P20DS следует считать строгим и адресованным как можно быстрее система EAS может быть повреждена в результате условий, которые способствовали сохранению кода P20DS. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P20DS могут включать в себя, снижение производительности двигателя, чрезмерный черный дым от выхлопных газов автомобиля, снижение эффективности использования топлива, другие коды EAS, SSR. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода могут быть, неисправность топливного насоса EAS, неисправен датчик давления топлива EAS, обрыв или короткое замыкание в цепи управления подачей топлива EAS, недостаточный DF в резервуаре EAS, плохой контроллер EAS, PSM или ошибка программирования, каковы некоторые шаги по устранению неполадок P20DS. Для диагностики кода P20DS потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник диагностической информации о транспортном средстве, поиск бюллетеня технической службы, TSB, который соответствует году выпуска, марки и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, С и выставленные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию. Мне нравится начинать диагностику с визуального осмотра жгутов проводов и разъемов EAS, сгоревшая или поврежденная проводка и, или разъемы должны быть отремонтированы или заменены, прежде чем продолжить, я хотел бы продолжить, подключив сканер к диагностическому разъему автомобиля и восстановив все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра. Рассмотрите возможность записи этой информации перед очисткой кодов, протестируйте автомобиль, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, если это так. Диагностические блок-схемы Диагностические блок-схемы Диагностические блок-схемы Диагностические блок-схемы Если какой-либо из этих компонентов не соответствует спецификациям производителя, подозревайте, что он неисправен, не забывайте о заземлении при падении напряжения.